Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе. Скажите, вы готовы сегодня бороться за победу? Да! Вы знаете, чтобы определить действительно победителя, нам сегодня приложить нужно очень много усилий, потому что у вас же равный счет. Ребята, ну хочу вам сразу сказать, что у нас проигравших и победителей не бывает в стране безопасности, потому что самое главное – это безопасность, о которой после наших передач, да, и участия, вы будете знать намного больше. А сейчас пора приступать к нашим испытаниям. Ребята, на протяжении трех дней мы с вами говорили о тех ситуациях, которые могут представлять опасность для здоровья человека. И много чему уже научились. Давайте вспоминайте, о чем мы с вами говорили, что полезного вы для себя запомнили? Что я еще много способов узнала, как остановить кровотечение из носа. Кровотечение из носа. Очень, очень хорошо. Я рада, что новенькое для себя что-то почерпнуло. Рома, а ты? Я узнал, как остановить кровотечение из носа и как, ну, это самое, ну, с синяками, с ушибами, с ранами разобраться. Вот, видите, как полезно. Очень хорошо. Ребята, для того, чтобы узнать, какая тема соревнования будет сегодня, я предлагаю вам отгадать загадку. Отгадка и станет темой нашего разговора сегодня. На плечах у всех нас есть. Помогает и пить нам, и есть. Видит, слышит, понимает. Вещь от вещи отличает. Голова! Голова, правильно, ребята. Голова, это действительно она. С ней, как и с любой другой, ребята, частью тела, может случиться всякое. Об этом нам чуть позже расскажет наш доктор Артем Витальевич. А сейчас время нашего первого конкурса. Это будут снова загадки. Но, поскольку сегодня финал, этот конкурс будет сложным. Ну, вы уже показали себя, как достойные соперники и равные бойцы, поэтому я просто уверена в том, что вы с честью справитесь с этим испытанием. Итак, условия конкурса. Ребята, вам необходимо будет выслушать загадку, назвать отгадку, выбрать строчку с правильными буквами. Посмотрите внимание, обратите внимание на стенд. Буквы расположены в неправильном порядке. Вам нужно их правильно расположить, чтобы получилось слово «отгадка». Каждый правильный ответ, ребята, будет стоить целых три фишки. И еще подсказка вам. Все отгадки будут связаны с домашними животными. Все, больше никаких подсказок. Я предлагаю начать. Раньше времени не смотрим на стенд. Слушаем первую загадку. Это типа, ну, животных надо угадать? Да, да, да. Животные. Ест траву, жует, молчит, а потом полдня мычит. Мне погладите бока, дам вам парного молока. Побежали. Давай, я тебе помогу. Давай. Так? Да? Какое слово получилось? Корова. Корова. Правильно, ребята, разгадали загадку. Корова. Положу вам фишки. Роме за правильный ответ. Три фишки. И стейши за правильный и быстрый ответ. Четыре фишки. Следующую загадку слушаем. Скачет по полю красиво. Разлетелась в беге грива. Не догнать никак его. Ржет задорно. И го-го! Рома, о ком идет речь в этой загадке? Для петуха. У петуха есть грива? И он и го-го ржет? Кто и го-го? Чей это звук? Конь. Конечно. Выбирай строчку. Где? Стеш, ты справилась? А тут нету конь. Нет, точно? Стеша, а ну-ка помоги Роме. А вот это вот строчка. Смотри. Все, он сам. Посмотри, нету букв, которые нужны для того, чтобы составить слово конь. Ну вот. Давай, давай, Ром, быстренько. Время идет. Стеша, молодец. Быстро справилась. Справилась правильно. Слово получишь. Фишку за скорость. И фишку за правильный ответ. Ром, правильно составил, поэтому получаешь три фишки за правильный ответ. А я уже начинаю читать вам следующую загадку. У меня есть к вам вопрос. Кто испачкал рот и нос? Кто в луже целый день сидит, хрюкая на вас глядит? Подскажите мне, друзья, как зовут ее? Одновременно справились. То есть, если нет ошибок у Стеша, отойди, Стеша, свинья, да. Никому за скорость я здесь фишку не дам. Ответили правильно, поэтому каждому по три за правильный ответ. Еще одна у меня для вас осталась загадка. Последняя. Послушайте внимательно. Кто кричит во дворе, будет нас на заре. У него есть перья, пух. И зовут его... Ох, молодцы, какие отгадали загадку. Кто у нас? Петух. Петух. Правильно написали, правильно, одновременно. Поэтому каждому из вас по четыре фишки. Присаживайтесь, ребята. Присаживайтесь. Ну что ж, фишки, заработанные вам честно, выдаю по четыре. Каждому, как я обещала. Рома, твои четыре. Все, первый конкурс, ребят, завершен на этом. Давайте-ка мы посчитаем, сколько вы фишек заработали. Считайте быстренько. Сеша, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать. Сеша, а у тебя, Ром? Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать. Двенадцать. Вот, отлично. Практически равный счет. Ребят, пускай так лежат. Ребят, сейчас самое время для встречи, последней встречи с нашим хорошим знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь случайно ударялись головой во время каких-нибудь игр или при каких-то других обстоятельствах? Да. Часто так бывает, что при сильном ударе головы появляется головокружение, сильная пульсирующая боль, слабость в конечностях, тошнота и рвота. Это все симптомы сотрясения мозга. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это рассказать об этом взрослым и позвонить по телефону 103. Пока едет скорая помощь, можно выполнить следующие действия. Обеспечить полный покой и доступ свежего воздуха. Лежать лучше на левом боку, а левую руку и ногу, при условии, что они не повреждены, нужно согнуть локти и колени. И обязательно к голове приложите холодный компресс или пузырь со льдом. На сегодня у меня все. И я желаю вам успехов в игре и крепкого здоровья в жизни. Спасибо. Пока. Спасибо и до свидания. Ребята, сейчас перед финальным конкурсом мы считать не будем, потому что в последнем конкурсе у вас есть возможность заработать очень много фишек, и поэтому ситуация может кардинальным образом поменяться. Я предлагаю нам сразу с вами начать. У меня будет к вам 4 вопроса. За каждый правильный ответ вы получите 3 фишки. Сразу дам вам подсказку, что ответы на все эти вопросы вы уже знаете. В один из игровых дней мы говорили обо всем этом. Хочу вас сразу предупредить, чтобы потом не было обид. Если ответ ваш будет неполным, то в вашу копилку отправится только одна фишка. Ясно? Поэтому старайтесь максимально вспомнить все, о чем мы с вами говорили. Итак, кто начнет первым отвечать на мой вопрос? Стеша первый. Хорошо. Первый вопрос тогда, Стеша, для тебя. Это вопрос из первого конкурсного дня. Скажи, пожалуйста, для чего применяется перекись водорода? Чтобы очищать всякие там ранки, ушибы. Чтобы вредные микробы не попали в ранку. Правильно. При ссадинах, царапинах, ушибах. А почему им на вредные могут за добрые попасть? За добрые что же микробы есть? Но мы же не от добрых защищаемся, правильно? Перекисью водорода. А от доброго боли на песок. Да, от плохих. Так, Стешенька, три фишечки тебе, как я обещала. Ром, второй вопрос для тебя. В каких случаях в медицине применяют лед? Чтобы голова не болела. Так, а когда может у нас голова болеть? Если напекает солнце или ударит солнечный удар. При солнечном ударе, правильно. Еще. Стешенька, подожди, это вопрос для Ромы, он знает все. Или, ну, насекомые кусит или из носа кровь потечет. Правильно, молодец. Если есть отек, да? Да. И даже если просто ударился. Все ты перечислил. Молодец, Ромочка. Умничка, тоже все запомнил, что не может меня не радовать. Держи. Следующий вопрос, Стеш, для тебя. Слушай внимательно. Из третьего конкурсного дня. Скажи, пожалуйста, что надо делать, если из носа пошла кровь? Надо приложить или к носу лед, чтобы кровь перестала течь. Или заткнуть нос ваткой. Или приложить палец, чтобы кровь не пошла. Правильно. И сжать пальчик на сколько? На 3-5 минут. Минут, минут. Правильно, Стеш, все вспомнила. Молодец. Молодец. А тампон, ты говоришь, закрыть носик, да? Тампоном, смоченным с перекостью водорода. Или простой холодной водой. Правильно. И последний вопрос, Рома. Тебе нужно на него ответить, постараться. Как понять, что у вас возможно сотрясение мозга после сильного удара? Потому что у вас может быть, закружится голова или тошнота, рвота, ну, такое предчувствие. Что-то больновато такое в голове, что-то крутит, мутит. Правильно, молодец, Ром. Сильная боль, и в конечностях особенно это чувствуется. Тошнота и рвота, то, о чем ты сказал. Все это симптомы сотрясения мозга. Молодец, Ром. Держи, твои три фишки. Ребята, молодцы. Так, хорошо отвечали на мои вопросы. Теперь давайте быстро сосчитать, сколько фишек сегодня заработали. 18, 19, 20, 21. Сколько? 20. 20. Итак, ребята, все наши конкурсы за 4 дня сыграны, все загадки разгаданы, и фишки все заработали, которые можно было. И хочу вам сказать, что с минимальнейшим отрывом, всего лишь в одну фишку разница, ребята, первое место у нас занимает все-таки в упорнейшей борьбе с Тешем. У нее 65 фишек, и 64 фишки у Ромки, всего лишь на одну меньше. Поэтому, Теш, я тебя поздравляю, и Ромочку я поздравляю. Подарки я вам вручаю. Ром, это для тебя, держи, пожалуйста. О, мой любимый цвет. Поздравляю. О, как угадали мы хорошо. И тебе, Тешенька, твой подарок. Ой, мой любимый. Так, но я хочу вам сказать, ребята, что главное, это даже не эти подарки, а те знания, которые вы получили. И участие. И участие, да, потому что самое главное, ребят, безопасность, ваша и всех, кто вас окружает. А после наших передач, я думаю, что вы знаете намного больше. Знаете больше, чем знали до этого? Да, да. Вот это самое главное, ребят. Поэтому я желаю вам успехов и жду встречи с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока. Пока.